1 апреля день пробуждения домового. Это удивительный день. Его называют днём дурака. Днём смеха. Но наши предки считали, что это день пробуждения домового. Отсюда, собственно говоря, и пошёл этот удивительный праздник, потому что его действительно праздником считают, потому что это день веселья. Считается, что домовой рождался уже старым и мудрым. Уже в возрасте 700 лет. И жил не так, как люди стареют старше и старше. Он, наоборот, становился моложе, моложе и моложе. И когда истекали эти 700 лет, он становился немощным, маленьким ребёнком и уходил куда-то в какие-то дали. И далее рождался новый домовой, опять старый и опять мудрый. На Руси домовых называли по-разному. На Руси славяне называли дед, дедушка, затейник, нафаней называли, братан, браток называли, соседушкой называли, называли парень, кузьмичом называли, жировиком называли, государем, кормильцем и лизуном. То есть по-разному ещё и другие разные какие-то были варианты, конечно, названий домовых, потому что Россия большая, наречий много. Но всё же везде абсолютно, то есть нет такого уголка, где не знали бы этой сущности, этого духа, хранителя домашнего очага. Вот есть то, что мы можем потрогать, есть то, что мы можем увидеть, а есть то, что в принципе можно только почувствовать. И поэтому есть такие признаки, по которым можно распознать, есть ли домовой, существует ли он. Ну, конечно, это особо чувствительные люди могут почувствовать. Например, в доме может что-то двигаться. Каким-то образом могут вещи исчезать. То есть совершенно необъяснимо. Дальше можно, допустим, если домовой хороший, и если люди находят с ним общий язык, дружат с домовым, то в доме есть такая вот такая обстановка, когда человек чувствует себя в безопасности. То есть он приходит домой, ему хорошо. И если, допустим, вот должны нагрянуть там гости или ещё что-то, вдруг начинает что-то происходить. Кошка может непонятно с кем начать, допустим, там играть или на кого-то шипеть. Собака начинает беспричинно там как-то суетиться, лаять. Дети начинают с кем-то общаться. Такие тоже вещи бывают. То есть мы не видим с кем, а дети общаются, разговаривают, кому-то машут там ручками. Это, говорят, проявление домового. Дело в том, что домовое существо, которое рождается, и рождается оно 10 февраля. Это праздник Кудесы. Большой славянский праздник. Вот в этот день как раз и праздновали рождение этого мудрого духа. В 23 часа, то есть это около 12 часов, начинали угощать домового. То есть к ночи ставили его молочко, конфетки, как-то задабривали. Могли веничек купить новый, поставить в уголок, потому что именно веничком дух выметает из семьи ссоры, неприятности. То есть чистит избу. У домового есть ещё свои обязанности. Но дело в том, что домовой, он ещё и имеет жену. Его жена – это Кикимора. Вообще считается, что есть домовые добрые и есть домовые злые. То есть духи добрые и духи злые. А всё это зависит, опять же, от нас, от людей. Каким образом мы с ними взаимодействуем. И если мы обижаем духа, то есть неправильно относимся, то он становится злым. Злым конкретно к нам, к нашей внутренней семейной обстановке, к дому. Так вот, Кикиморы бывают болотные и домашние. Кикимора домашняя – это жена домового. А Кикимора болотная – это жена лешего. То есть она живёт на болоте и владеет уже пространствами природными, болотными. А Кикимора домашняя – это, как правило, сущность, которая живёт не в самом доме, а где-то, ну, допустим, сарай, там, где есть куры, или, допустим, в хлеву, где есть домашние животные. Ну, я не могу сказать, конечно, где живёт современная Кикимора, но, наверное, где-то живёт. И вот она, как раз день рождения её празднуется по славянским традициям 2 марта. Это день, когда уходит зима и приходит весна, то есть встречи весны, первые закликания весны. Дело в том, что почему именно домовой, почему верили в домового, и почему его так оберегали, почему к нему очень с почтением относились, потому что когда строили дом, то нужно было именно очиститься внутренне, помыслы свои, и иметь такие большие знания, где построить дом, на каком месте построить, из какого дерева построить дом. То есть не каждое дерево подходило для этого. Например, из ёлки или из осины никогда не строили дом. Из дуба не строили дом. То есть это очень чётко наши предки знали. И в доме обязательно должен был помощник быть, так как природа, всё абсолютно пространство, оно живое. И поэтому очень чтили домового. Его из старого дома обязательно забирали с собой, давали ему в новом доме за куток. А куток – это кут. Это удобное, тёплое и такое пространство, где будет уютно домовому. Ну, как правило, это было либо за печкой, либо на печке, либо под печкой, где-то вот в таком вот углу, где домовому будет уютно. И вот его приносили с собой. Бывали случаи, что домовых бросали. Ну, это вот представляете, как бросить собаку. То есть они тоже обижались и начинали мстить. Часто новым хозяевам мстили. То есть происходили какие-то совершенно необъяснимые вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!